Всем привет, я Александр Адармидонтов, и это музыка на все времена, которая живет специально для вас. Герой сегодняшнего выпуска Никита Высоцкий. Все творцы говорят, мы вот там для того, чтобы людям было хорошо. Можно не волноваться перед выходом на сцену. Зритель, он может быть очень добрым, а может быть самое страшное, безразлично. Мы сразу чувствуем это. Есть судьба, лайки какие-нибудь, неопределенность, которая всех уравнивает. Никита Владимирович, у каждого общества есть какие-то определенные морально-этические устои. Каждый артист, он должен их как-то ревностно хранить в своем творчестве, или наоборот, пытаться передвинуть общество на следующий этап развития, может быть, и как-то приукоразить? Я думаю, что нет одного ответа. Думаю, что в ситуации настоящего творчества, не имитация творчества, не коммерческого какого-то проекта, а когда есть настоящее творчество, происходит и то, и другое. Когда человек выражает то, что ему дает мир, то, что ему спускается оттуда, и тем самым двигает людей, поднимает людей до какого-то уровня серьезных проблем. Но вся штука в том, что говорят это все, вот все творцы говорят, мы вот там для того, чтобы людям было хорошо, или там я работаю, потому что вот я хочу там самовыразиться, там самому там вот измениться или там изменить свою судьбу. А в реальности вот, ну, по-настоящему творцов не так много. Настоящего вот творчества, которым, ну, то, что называется, было бы правильно, если бы заинтересовались люди, слушали это, свою жизнь меняли, себя меняли, слушая это. Очень мало. И самое трудное, что этому малому очень трудно пробиться сквозь огромные, вот такие, особенно в последнее время, вот связанные с интернетом, такие информационные наполставания, через которые, как через асфальт, не может даже прорасти, то есть через асфальт прорастает росток. А вот через эти наполставания очень трудно, очень трудно. Но опять же, есть судьба, есть кто-то, кто всем этим рулит, появляются творческие люди и выражают свое время, и поднимают людей до уровня тех проблем, о которых вот они поют, играют, творят. Вот так. То есть, если говорить про информационное пространство сегодняшнего дня, вот интернет, который вы упомянули, получается, что это излишняя доступность к публике потенциальной, она блокирует тех, кто по-настоящему талантлив. Да, и потом вот этот весь разговор о том, как интернет свободен и независим, на самом деле мы знаем, как накручиваются, я не знаю, не только лайки какие-нибудь, а накручиваются голоса в самых серьезных опросах, когда составляются какие-то рейтинги, неважно, политические, экономические и так дальше. Мы знаем, что все имеет расценки, и в этом как бы свободном море на самом деле очень многие имеют незаслуженные преимущества. И потом всего так много, что разобраться вот в этом таком шуме, да, даже, наверное, грохоте, а не шуме, очень сложно. Вот, скажем, очень многие ребята, которые сегодня будут выходить, они имеют вот такие вот локальные сообщества в интернете, там, 200-300 человек, и все. Но этим людям они нужны. А вот докричаться дальше этого уже не получается. Наверное, так было всегда. Наверное, только нам вот кажется, что наше время какое-то особенное. Наверное, всегда талантливым людям было трудно. Вот, но мне кажется, что вот в наше время, вот, и особенно, что касается авторства, вот такого независимого автора, вот это одна из самых главных проблем. Вот это такой информационный шум, достаточно управляемый, достаточно модерируемый, вот, и очень часто используемый совсем не в пользу, скажем, вот этим людям, которым бы как бы на этой волне интереса к поэзии, которая существует, к музыке, которая существует, к современному творчеству, которая существует, пробиться вот через этот шум к людям. Для этого вот эта история в том числе. У каждого времени есть свои какие-то эмоции, да, какие-то события, которые задают, скажем так, направление мышления людей, вот, и мы тут говорили, что оценивали, в первую очередь, зацепило или не зацепило, да. Сейчас есть такое понятие, как хайп, да, то есть какой-то ежесекундный такой взлет. Есть такие исполнители, как Фейс, например, да, то есть он, например, 40 миллионов человек в неделю скачали его рингтоны и посмотрели клипы, но через две недели он уже на дне, о нем никто не помнит. А вот, например, песни Владимира Семеновича, опять же, да, как называется ваш фестиваль, они прошлись больше времени, да, и может быть количество людей, которые знают эти его песни, оно уменьшилось, но тем не менее, вот это вот переживание, которое вкладывается в песни, они до сих пор, другие поколения их чувствуют. Вот это вот ваше зацепило или не зацепило, оно, вы рассматривали с какой точки зрения, что это пойдет в следующие поколения, или то, что это просто сейчас актуально? Я понял, просто, наверное, вот так вот это слово зацепило, не зацепило, оно не отменяет того, о чем вы говорите, какой-то попытки посмотреть, сравнить это с той музыкой, которая или с теми песнями, которые мы любим, и в том числе подсознательно, может быть, там, я не знаю, и с Высоцким, может, я не знаю, с Кинчевым, или там еще с Кинчевым, вот, но просто это уже время скажет, что останется. Мы внутри этого времени, мы смотрели то, что было сегодня, и мне кажется, что вот и за это я благодарен и членам жюри, потому что здесь на нашествии далеко не все члены жюри, вообще членов жюри было больше 50 человек по регионам, если всех считать, всех, кто участвовал во дворе, и на разных этапах, как бы, и считаются, в общем, полноценными членами жюри, что в этом не было какого-то, знаете, такого снобизма, такого критерия, да, там вот, там вот Вы нынешняя нутка, как сказал тоже там один поэт, который в школе проходит. Мне кажется, что было живое восприятие, это имеется в виду, не в смысле хайпанули сейчас, а дальше забыли. Мы старались серьезно относиться и с серьезными людьми, ну, и как бы ориентироваться на свой вкус всерьез, а не вот как-то так вот, ну, вроде по приколу, вроде пусть проходит. Мне кажется, что все члены жюри относились серьезно, но без вот такого вот менторства и без пафоса. Вот мы посмотрим на Вас сквозь призму там времени или веков. Посмотрим. И еще я хочу вот на Ваш первый вопрос, как я понял, я плохо Вас вижу, но, по-моему, Вы его задали по поводу того, что люди могут быть несчастными, если их выдернуть из привычной жизни, и несем ли мы за это ответственность. Мне кажется, что мы за все, наверное, несем ответственность, но, конечно, первая и главная ответственность – это их, это взрослые люди. И они строят свою жизнь. Вы сказали про отца, что у него был театр. Он в 64-м году устроился в театр на Таганке, а перед этим он практически 4 года после института мыкался и был безработным. И ходил в ботинках, которые он утащил на киностудии, в костюмерной. Вот. И услышал свою песню. Услышал свою песню, которую пели в спектакле Таганского театра. В тот вечер я не пил, не пел. И было описано – песня народная. Его песни уже считались народные. У него никакой зарплаты к этому времени не было, ему не платили ни за песни, ни за это. Каждый рискует своей жизнью. И, кстати, и отвечает за все. Мы отвечаем за наши решения. И Высоцкий отвечал и ответил. И они так же. Это жизнь взрослая. Жизнь – серьезная вещь. И это у каждого свой выбор, и у каждого своя ответственность. В одном из своих интервью ты сказал, что самое рок-н-ролльное, что ты слышал, это песня «Парус» Владимира Семеновича Высоцкого. А вот эта рок-н-ролльность, она чем определяется? Ну, не знаю. Ну, смесь драйва и такого безумия. Потому что «Парус» песен такая… Высоцкий говорил «Песни беспокойства». Ну да, но там такой какой-то, в общем-то, набор слов, но тащит. А Высоцкий, что высокий большой певец с его хриплым голосом? Нет, он гений. Он гений, он поэт, который свои стихи обличил в некую музыкальную составляющую, классную. И поэтому слушать Высоцкого доставляет колоссальное удовольствие. Я его обожаю. Но сказать, что он певец, я думаю, что он сам бы про себя такого никогда в жизни не сказал. Я Высоцкого, например, человек, который я безумно уважаю. И я думаю, что многие нормальные люди его очень уважают. Я тоже его считаю прежде всего поэтом. Он потрясающий человек, умнейший, тонкий. Ну, что там говорить? Ну, это стихи. Я бы не называла его музыкой, но актер и поэт, который исполнял под музыку, начитывал свои стихи. Поэтому он на все времена, безусловно, Высоцкий. Но это не музыка. То есть гитара для него была лишь инструментом донести. Да, донесение своего текста, да. Мне кажется, да. Это мое сугубо личное мнение. Без упоминания этой фамилии трудно обойтись будет в этой передаче. Это, может, не совсем музыка. Но песни Высоцкого, безусловно, являются такими связующими звеньями для русского человека, для человека русской культуры. Потому что вот они как-то перешагнули границы поколений, и они воспринимаются молодыми людьми. Мне кажется, возможно, я ошибаюсь, может, молодежь сейчас, кто-нибудь из молодых скажет, что нет, ничего не значит для них. Но мне кажется, что, во всяком случае, для нескольких поколений это точно были такие универсальные формулы, которые позволяли людям найти общий язык вне каких-то временных модных течений, тенденций, сиюминутных. А вот какие-то такие важные вещи. И тут дело, может быть, даже не столько в мелодии, сколько в... Тут нельзя, кстати, разрывать мелодию слова. Это не является поэзией в чистом виде и не является музыкой в чистом виде. Но это вот работает все вместе. Песня – это такое органическое, органичное соединение разных стихий. И вот результатом является как раз эмоция, которая сохраняется. Автора уже давно нет, а песни живут. И мы благодаря нашим технологиям можем услышать и в авторском исполнении, и можем услышать в исполнении других людей, кому, как говорится, что ближе. Но, тем не менее, это вот одна из таких, наверное, вех нашей жизни, которая иллюстрирует вот этот тезис и эту фразу о музыке на все времена. Музыка на все времена для меня – это то, что ставил папа. Песни на все времена – это Высоцкий. Каждый человек, он талантлив по-своему, по крайней мере, я так думаю. Кто-то читает стихи перед родителями в детском возрасте, потом об этом забывает, как о какой-то шутке. Но есть те, которые превращают это в свою профессию, или те даже люди, которые участвуют в вашем конкурсе. И вот этим ростом и творческим, и профессиональным не теряется ли искренность? Вот в ходе вот этого конкурса, Высоцкий фест, вы не заметили, что какие-то участники, скажем так, стали к чему-то вольерам относиться? Я понимаю, что срок короткий, но тем не менее... Я вам скажу, есть такое дело, что когда у человека что-то получается, ему кажется, что так будет всегда, что просто он поцелован Богом, и так, в общем, можно расслабиться, можно не волноваться перед выходом на сцену. Грубо говоря, делать все с холодным носом и так дальше. Тут очень быстро проходит. Вот зритель, он может быть очень добрым, а может быть самое страшное, безразлично. Зритель, слушатель и тот, в кого мы поверили, мы сразу чувствуем это, вот то, о чем Вы говорите. На то и жизнь, чё ж, это испытание, с которым не все, но все, кто до какого-то уровня доходят, до уровня признания, во всяком случае, они с этим сталкиваются. И да, не у всех получается это проскочить. Мне кажется, что выход в одном. Выход в том, что надо продолжать заниматься искренне, с каким-то, не знаю, с рвением, плохое слово, но с настойчивостью делом, которым ты занимаешься, и не реагировать на какие-то, может быть, какие-то хорошие вещи, иногда очень тяжелые вещи. Спасение в творчестве. Те люди, которые сегодня вышли в финал, их творчество, оно актуально сейчас, или Вы видите, у него будущее, может ли оно стать? Я не считаю себя вот таким специалистом. Ну, все-таки есть люди, которые в музыке понимают лучше, чем я, и в песнях, и в стихосложениях, и в продюсировании. Я думаю, что самое лучшее, самое интересное, пока, во всяком случае, сегодня, пока все не состоялось и не закончилось, это вот эта неопределенность, которая всех уравнивает. И иногда так бывает, я преподаю, например, выстреливает студент, которого взяли, ну, очень уж он просил, который учится за деньги. Сейчас многие студенты, скажем, актеров платят свои деньги, ну, их родители в основном платят. И кажется, да это так, это просто до кучи. И вдруг выстреливает он. Никто не знает. У меня есть ощущение, что те ребята, которые, ну, как бы считаю, что они уже состоялись, и вопрос только в том, чтобы их признали, и чтобы им стали платить большие деньги, они не выиграют в долгую. Я имею в виду сегодняшних конкурсантов. Может быть, они выиграют сегодня, но в долгую нет. Это как раз то самое ложное информационное пространство, да? Да, выиграют те, кто готов меняться, кто готов быть к себе не просто там строгим, а кто готов себя не жалеть. И я думаю, кстати, это тоже будет видно. Я думаю, что они выиграют. Я бы вот если там, я бы ставил, ну, деньги я никогда ни на что не ставлю, но вот я бы вот, я бы ставил вот на этих ребят. И, наверное, вот я это буду сегодня пытаться разглядеть, и за это буду голосовать. Но я не один, посмотрим, посмотрим, что будет. Есть такая фраза, пусть недостаточно сил, зато усердие достойно похвалы. Не всегда абсолютно верно. Иногда есть люди, и мы их знаем, просто абсолютные графоманы, да, которые очень усердно, и все не понимают, почему так усердно, а как-то не очень хорошо получается. Не всегда, не всегда. Но без этого, без усердия, просто подаренная человеку способность, она ни во что не выйдет. Конечно, надо быть жестким по отношению к себе, и, да, усердным, хорошим словом. Никита Владимирович, спасибо.